А вот обитатели лагеря для беженцев на севере Франции остались без крыши над головой. Убежище сгорело дотла. Пожар начался после драки между афганцами и курдами. Где теперь разместят полторы тысячи мигрантов, разбиралась Елена Абрамович. Север Франции, пригород Бюнкера. Так этот лагерь выглядел всего пару дней назад. Около 300 деревянных построек, полторы тысячи обитателей. В основном иракские курды. После пожара от него почти ничего не осталось. Огонь охватил половину построек мгновенно. Клубы дыма были видны за километры. Началось все и с конфликта между жителями убежища. Вечером между афганцами и курдами возникла большая ссора. Афганцы первые атаковали курдов с ножами, камнями, всем, что попадалось под руку. Шесть человек получили ножевые ранения. Еще как минимум десяток пострадали в результате пожара, сообщили местные власти. Полицейские пытались взять ситуацию под контроль еще во время драки, но в них полетели камни. Мы не знаем из-за чего точно произошла драка, но посмотрите, чем это закончилось. Все сгорело, я потерял все документы. У меня теперь есть только эта бумажка. О том, что ситуация в лагере настолько напряженная, что его нужно срочно закрывать, министр внутренних дел Франции говорил еще месяц назад. Обострение произошло после того, как полгода назад закрыли соседний лагерь, Кале, так называемые джунгли. Тысячи человек из него распределили по всей Франции. Часть сюда. Я приехал с региона Кале, видел несколько людей вдоль дороги. Наверное, часть возвращается туда. Другие, скорее всего, в Лиль, Париж, Брюссель. Это люди, которые хотят переехать в Англию, воссоединить семью. Мигранты, нацеленные на Великобританию, обычно селятся в лагерях на севере Франции, возле пролива Ла-Манш. Поджидает удобный момент, чтобы пробраться в грузовики, которые направляются в сторону Лондона. Но они лишь малая часть беженцев, которые прибыли в страны Евросоюза за последние пару лет. Что с ними делать? Новые подходы и решения Брюссель подыскивает едва ли не каждый день. Количество детей и мигрантов, которые прибывают в ЕС, значительно выросло. Поэтому завтра комиссия предложит ряд решений, чтобы усилить защиту для детей-мигрантов на всех этапах процесса. Треть мигрантов, которые приезжают в страны Евросоюза, это сирийцы, вынужденные бежать от войны. На втором месте афганцы, далее иракцы. По официальным данным, убежище в странах ЕС за последний год попросили миллион двести тысяч людей. Это всего на 50 тысяч меньше, чем годом ранее, но снижение динамики налицо. Брюссель объясняет, помог договор с Турцией. Анкара забирает обратно тех, кто прибыл нелегально. В обмен получает 6 миллиардов евро на их содержание. Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.